Приветствую вас. То, что вы описываете, можно назвать, в общем-то, синдром необратных ожиданий. Вот так вот, если, грубо говоря. То есть, смотрите, есть мама ваша, которая хочет видеть вас в определенном ключе, которая хочет видеть вас в определенном ключе, которая желает видеть вас в определенном ключе, которая считает, что вы должны вести себя в определенном ключе. Вот. И вы когда-то в детстве решили, что будете следовать вот такой её позиции. Ладно, вы хотите, не хотите, ладно, нужно вам это или нет, ладно, нравится вам это или не нравится, без разницы. Без разницы. Вы будете следовать её ожиданиям. И вы, собственно говоря, так её делаете. То есть когда-то вы решили так поступать, и вы так поступаете, поступали точнее. Но, каждый раз наступая на, условно говоря, на себя, да, каждый раз наступая на свои желания, условно говоря, когда-то делаю это, вы себе вредили, вы растили, взращивали свою неудовлетворённость от жизни. Потому что жили вы не для себя, а жили вы для своей мамы. Получается, по факту. Ну и, как бы, сейчас ситуация обстоит так, что вы переживаете последствия тех действий, которые вы совершили, именно находясь под влиянием ваших импульсов, которые вы в себе долгое время подавляли. То есть, вот, вы думаете, вы случайно, а, ну, вот, с плохой девочкой, как вы пишете, в кавычках, правда, связались? Нет, не случайно. Вы же, вот, пишете, да, что, значит, начинают делать собаловаться алкоголем. Так, а, это случайно, что ли? Нет, это не случайно. Вы же, когда баловали с алкоголем, вы же, понимали, что вы это делаете? Вы же отдавали себе отчерпку в том, что вот я, да, я вот сейчас, я балую с алкоголем. Вот, понимали вы? Понимали. Продолжали вы делать то же самое? Да, вы продолжали баловаться алкоголем. Почему вы продолжали баловаться алкоголем? Почему вы снова выбирали это? Потому что это был бунт. Это был, это был бунт. Это было против производителя. И кому вы что-то доказывали? Доказывали вы что-то своей маме. В первую очередь, вы доказывали что-то своей маме. Больше некому, только своей маме. Вот. Вы доказывали, 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 вы перешли определенную черту, да, то есть смотрите, почему-то, условно говоря, вот, половые связи, да, половые связи, они вас почему-то, ну, не так сильно тяготят. Тяготит вас то, что случилось потом. с плохой девочкой, которая вас подставила, и так далее, и так далее. Вы были пьяны, и так далее. Ну так понятно, что вас использовали. Ну, в первую очередь, то вы позволили себя использовать. Позволили себя использовать вы еще раньше, когда начали употреблять алкоголь и на... и вступать в половые связи. Как я понимаю, беспорядочные. Вот. Почему? А потому что мама ваша? Как бы так сказать. Ваша мама, навязывая вам свои ожидания, да, то, что хочет она. То, что хочет она. Ну, в общем-то, абсолютно не подготовила вас к самостоятельной жизни. Абсолютно, абсолютно не подготовила вас к тому, чтобы вы жили сами, сами. Чтоб вы жили сами своим умом, своим разумением. Этого ничего, ничего нет. Понимаете? К сожалению. И вот, собственно, собственно, вот, ну, как бы, по итогу, вы пришли к тому, собственно, к чему вот, ну, к чему пришли. Папа. И сейчас вот, и вы себя вините, потому что, опять же, северный узбок круги своя, да, вы перешли к черту, уже свою собственную черту перешли. Заметьте, не мамы на черту, а свою собственную. Ну, что с половы себя сделал какого-то, это как бы окей, а вот, что-то произошло дальше, это уже не окей. Слава. Вот. Ну и вы себя вините. Потому что это никак по-другому, никак по-другому. Вы не привыкли себя корректировать. Вы не привыкли ориентироваться на, например, такие аспекты, как польза и вред. Для меня. Вот что для меня польза и вред. Вы не привыкли так. Вот. Вместо этого вы привыкли себя обвинять. Обвинение – это единственный инструмент какой-то регуляции, какой-то коррекции. Вот. И, естественно, естественно, мама считает, что вы идеальный ребёнок. Но идеальных детей нет. И вы сами считаете себя идеальным, идеальным. Девочка, знаете, какая штука? Считали в подаче мамы. Но вы не идеальны, и мама не идеальна. И вам нужно для начала разрешить себе быть не идеальным. Да, вы совершили ошибки, да, вы совершили действия, которые можно было не совершать. Но вы их совершили, вы знаете, что так вы делать не хотите. И это уже реальный опыт. Это реальный опыт. Это не тот опыт, который ваша мама вам дарила. Требует, чтобы вы были идеальны. Это не тот опыт. По сути, вот сейчас то, что вы получили, это и есть настоящий опыт. С алкоголем, с половыми связями, да, с подставой и так далее. Это и есть настоящий опыт. Так, позвольте ему быть вашей жизнью. Разрешите себе по отношению к маме быть не идеальным. Вы понимаете, что любая идеальность полностью исключает любовь, потому что идеальность не требует принятия. А любовь без принятия невозможна, а принятие это всегда недостатки. Знаете, насколько искусственные у вас отношения с мамой, насколько у вас искусственные отношения к себе? Именно потому что отношения искусственные появляются суицидальные мысли. Вот и всё. Начинаете с первая, с позволения себе быть не идеальной, потом с презентации этого маме и потом уже с выстраиванием новой линии, новой позиции жизненной, которая поможет вам прийти к тем результатам, которые есть. Я не исключаю того факта, что вы могли специально всё это делать, чтобы потом был повод лишний себя обвинить. Вот, алкоголь, секс, да, и так далее. Значит, чтобы себя вы могли обвинить, чтобы благодаря этому обвинению, этим обвинениям, вы чувствовали себя в привычном русле. Потому что, когда вы начали учиться в университете, вот, вы же, ну, стали свободны, вот. А свобода, она вас корествует, по-ти-ка-ти-ка-ти-ку. Единственным способом регуляции для вас. Вот. У-у-у-у была обвинена. Вот. Кхм. Понимаете, такая штука. Обвинение-то единственно- единственно- един-тое- единственное, что у вас есть. к сожалению. Вот, по факту. Вот так. Я думаю, я думаю, 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 я думаю так. Вот как мне видится. Вот на текущий момент, на текущий момент, как мне видится, я думаю так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Самое главное, вспомните, вот вместе с тем, с тем, что я сказал, да? Самое главное, вспомните. Вспомните, пожалуйста, какую цель вы преследовали, начиная с алкоголя, половыми связями, вот, связываясь с плохой девочкой. Какую цель вы преследовали, что за чувства вы испытывали? Вот вспомните этот момент, вспомните, что это было написано. Позвольте этим чувствам охватить себя. Вот, возможно, вы свои чувства управляете всю жизнь, я не знаю. Но, вот это то, что вам нужно сделать. Вот так. И, понятно, что, в смысле, из этого состояния вы не выйдете, вам нужна помощь психолог-психологам. Вот, то есть, видите, вы даже никакого вопроса не задаете, вы просто жертвы. Мне очень больно, понятно, что больно. А почему больно? А о чем боль говорит? О чем боль свидетельствует? Боль свидетельствует о том, что привычные модели поведения, которые вы используете, не работают. Нужно что-то менять. А менять вы не можете, вы же идеальны. То есть, сначала вы разрешаете себе не быть идеальны, а потом вы начинаете меняться. Вот так вот. И боль уйдет тогда. Кстати, больно нам ровно настолько, насколько мы можем ее вынести. Если вам было больно больше, вы бы потеряли сознание. Вот. А это значит, что боль ваша, она абсолютно естественна-естественна. Да, лучше бы, чтобы ее не было, но она сигнализирует вам о том, что вы живете деструктивно, вредно для себя. Так, пользуйтесь этим. Пользуйтесь этим здесь и сейчас. Пользуйтесь. И тогда у вас, я уверен, все будет хорошо. Ну, отрабатывается помощь психолога, как я уже сказал. Вот, сами вы не справитесь. То есть, вам нужна помощь в том, чтобы разрешить себе быть неидеальной, и вам нужна помощь для того, чтобы наметить аспекты изменений, и вам нужна помощь для того, чтобы с мамой наладить отношения. То есть, вы говорите, мне предназ... А маме предназать не могу. А зачем? Зачем? Вы говорите, она считает, что идеальны. Так это ее проблемы. То есть, смотрите, еще один пункт. Это личная ответственность. Границы личной ответственности. Это я вам рекомендую почитать книгу. Таусин до барьеры называется. Вот. Почитайте, она вам даст какие-то такие базовые понятия на счет того, где один человек, где другой, и кто за что отвечает. Короче, класс. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.